Глава двадцать первая. Любовная ссора. Изобилие нулевых результатов, — констатировал Эллери на следующий вечер, когда они с Ярдли сидели на лужайке профессорского дома, разглядывая усеянное звездами небо над Лонг-Айлендом. — М-м-м-м, — промычал профессор со вздохом, от которого из его трубки посыпались искры горящего табака. — Ну, по правде сказать, я ждал начала фейерверка, Квинн. Терпение. В определенном смысле можно надеяться, что сцену озарит фейерверк, раз сегодня мы празднуем День независимости. — Вон! Звезда уже взлетела. Они молча следили за длинным пальцем ослепительного света, который вонзился в темное небо, вспыхнул и разлетелся каскадом фиолетовых брызг. Одинокая ракета, должно быть, служила сигналом, ибо мгновенно взорвалось все побережье Лонг-Айленда, и мужчины какое-то время сидели, глядя на праздничные торжества на северном берегу за проливом в стороне далекого Нью-Йорка. В небе показались ответные огоньки в виде крошечных огненных мушек. Профессор хмыкнул. — Я чертовски много слышал о ваших пиротехнических детективных способностях, поэтому действительность, извините за святотатство, разочаровала меня. Когда вы приступите к делу, Квинн, я имею в виду, когда Шерлок вскочит на ноги и защелкнет наручники на запястьях подлого убийцы. Эль Рехмура смотрел на безумные огненные круги и картины. Я начинаю думать, что не будет тут ни начала, ни развязки. — Что-то непохоже. И Арли вытащил изо рта трубку. — Вы не считаете дурной приметой отзыв патрульных? — Темпл рассказал мне об этом нынче утром. Говорит, полковник из округа отдал такой приказ. — Лично я не пойму, почему. — Почему бы и нет. Пожал плечами. — Элери. Кроссок явно преследует двух человек — Стивена Мегару и Эндрю Вана. Или, если предпочитаете, братьев Твар. — Мегару в достаточной безопасности на воде, с бригадой воина. Ван надежно замаскирован. Во втором преступлении профессор очень много деталей, заслуживающих обсуждения, в своем роде на редкость красноречивых, но они, кажется, ни к чему не ведут. — Не вижу ни одной. — Правда? — Элери оторвал взгляд от шипящей римской свечи. — Неужели вы хотите сказать, что не до конца разгадали чрезвычайно любопытную историю с шашками? — С шашками? Короткая борода Эйарли смутно виднелась над горящей чашечкой трубки. — Признаюсь, ничто в тайной вечере брада, если можно так выразиться, мне не показалось существенным. — Тогда постараюсь отчасти восстановить свою подпорченную репутацию, — пробормотал Элери. — История абсолютно ясна. — Только пропади все пропадом, хотя она более основательна, чем простые догадки воина и Айшема. Он встал, сунул руки в карманы. — Может быть, извините меня? — Пройдусь, развею туман в голове. — Конечно. Профессор откинулся, запыхтел трубкой с напряженным любопытством, глядя вслед Элери. Элери плелся под звездами и огнями фейерверка. Не считая спазматических вспышек, тьма была густая, загородная. Он перешел через дорогу между участком Ярли и Брадвудом, слепо шагая, принюхиваясь к вечернему воздуху, прислушиваясь к слабым звукам с прогулочных судов на воде и со скрипом, как озадаченный терьер, ворочая мозгами. Брадвуд, за исключением ночного фонаря в парадном подъезде, где Элери, выбравшись на дорожку, разглядел двух куривших детективов, казался мрачным, громоздким. Справа и слева от него смутно маячили деревья. Когда он шел мимо дома, один из детективов поднялся и крикнул «Кто тут?» Элери вытянул руку, заслоняясь от слепящего луча мощного фонаря. «Ох!» — вздохнул детектив. «Извините, мистер Квинн!» Луч погас. «Какая внимательность!» — проворчал Элери и пошел вокруг дома. Потом вдруг удивился. Почему ноги несут его в эту сторону? Он приближался к маленькой тропке, которая вела к жуткому тотемному столбу и беседке. Его накрыла волна страхов, связанных с этой дорожкой и конечным пунктом, или с собственной подсознательной чуткостью к кошмарным сценам. Он ускорил шаги, впереди зачернела главная дорога и тут остановился. Неподалеку справа у теннисного корта кто-то разговаривал. Конечно, Элери Квинн был джентльменом из джентльменов, однако у своего отца, славного инспектора, доброй души во всем, кроме цинично-фамильярного отношения к преступлениям, усвоил одно правило, которое гласило, непременно подслушивая разговоры. Старик твердил, единственное свидетельство стоящее медного цента, сынок, разговора людей, уверенных, что их не подслушивают. Подслушивая в таких случаях, узнаешь больше, чем на сотне допросов. Поэтому Элери, примерный сын, остановился и навострил уши. Разговаривали двое, мужчина и женщина. Оба голоса были на слух знакомы, и только слов не слышно. Он и так уже низко пригнулся, ничто не мешало пригнуться еще ниже, со скрытностью индейцев. Элери шмыгнул с шумного гравия на поросшую травой обочину и начал осторожно подкрадываться к беседующим. Удалось провести опознание Иона Линкольн и Элен Брат. Кажется, они сидели на садовой скамейке с западной стороны от теннисного корта. Элери смутно припоминал обстановку, подобрался на пять футов и замер за деревом. — Нечего отрицать Иона Линкольн, — услышал он ледяной тон Элен. — Но Элен, — возразил Иона, — я тебе десять раз говорил, что Румейн — чепуха. — Он подобной нескромности не допустил бы. — Только ты со своими фантастическими идеями, со своей дьявольской трусостью. — Элен! — воскликнул насмерть уязвленный Иона. — Как ты можешь так говорить? — Правда, я, как сэр Галахат, пытался влепить ему пару раз, потом он меня начисто вырубил. Но, примечание, Галахат — рыцарь круглого стола легендарного короля Артура в воплощении отваги и благородства. — Ну, — смягчилась она, — я, возможно, несправедливая Иона. Последовало молчание. Элери догадался, что девушка старается сдержать слезы. — Не утверждаю, конечно, что ты не пытался. Только, ох, вечно ты вмешиваешься не в свое дело. Элери представлял себе сцену, точно действительно ее видел. Молодой человек, без сомнения, окаменел. — В самом деле, — язвительно переспросил Иона. — Очень хорошо. Это все, что я хотел услышать. Вмешиваюсь не в свое дело. — Чужой, посторонний, без всяких прав. Отлично, Эллен. Больше не буду вмешиваться. Я уезжаю. Иона в панике воскликнула она. — Ну, что ты говоришь? Я не говорю, что сказал. Отрезал Иона. Я столько лет был просто добрым малым, служил как пес одному, без конца плававшему по морям, и другому, сидящему дома и играющему в шашки. Что ж, все кончено. Проклятое жалование того не стоит. Богом клянусь, уеду вместе с Эстер. Я твоему драгоценному Мегаре так уже и сказал. Говорил с ним нынче днем на яхте. Пускай для разнообразия сам займется собственным бизнесом, от которого меня тошнит. Надоело за него работать. Какое-то время оба спорщика молчали. Эллири вздохнул, хорошо представляя себе дальнейшее. Наконец услышал тихое, сдержанное дыхание Эллен и буквально почувствовал твердую решимость Ионы. В конце концов, шепнула она, «Разве ты кое-чем не обязан памяти отца? Он много для тебя сделал, правда?» Мистер Линкольн ничего не ответил. «Что касается Стивена...» «О, сейчас ты об этом молчишь. Но я часто тебе говорила, что между нами нет ничего. Почему ты на него так злишься?» «Я не злюсь», — с достоинством возразил Иона. «Злишься?» «Ох, Иона!» Снова молчание, во время которого Эллири мысленным взором увидел, как юная леди либо приглаживает волосы, либо, подобно Калипсо, прижимается к своей жертве. Примечание. Калипсо. В греческой мифологии нимфа, семь лет продержавший у себя Одиссея. «Скажу тебе кое-что, чего никогда в жизни не говорила». «Да», — удивился Иона, а потом поспешно добавил, «Не надо, Лен. Если ты промегар, то мне ничуть не интересно». «Не говори глупостей». «Как ты думаешь, почему Стивен в последний раз путешествовал целый год?» «Ну, вот с чего я точно не знаю. Может, нашел на Гавайях танцовщицу Хула-Хула, которая очаровала его своим стилем?» «Иона, это нечестно. Стивен вовсе не такой, что тебе отлично известно». «Скажу тебе, потому что просил выйти за него замуж». «Вот почему». Девушка триумфально умолкла. «Ах, вот как!» «Ну что ж», — проворчала Иона. «Неплохой способ обхождения с будущей женой. Уехать на год». «Желаю вам обоим огромного счастья». «Но ведь я отказала?» Эллири снова вздохнул и прокрался обратно к дорожке. По-прежнему стояла темная ночь, по крайней мере, для него. Что касается мистера Линкольна и мисс Брат, тишина. Эллири показалось, будто он знает, что там происходит. Глава двадцать вторая Зарубежная корреспонденция По всем признакам юстиция, поджав хвост, убирается по домам, заявил Эллири, профессору Ярли, через два дня во вторник. Почему вы так думаете? Существуют определенные универсальные приметы, по которым опознают полицейских, терпящих поражение. Как вы знаете, с одним из них я живу всю жизнь. По самым мягким выражениям прессы, инспектор воин озадачен, не сумел нащупать ничего конкретного, поэтому превратился в агрессивного блюстителя закона, гоняется за людьми, подхлёстывает подчиненных, понуждая их к бесполезной лихорадочной деятельности, рычит на друзей, игнорирует коллег, в общем, ведёт себя как разозлившийся малыш. «На вашем месте», — хмыкнул профессор, «я полностью забыл бы об этом случае. Ушпокойтесь, почитайте Илиаду или другую какую-нибудь столь же прекрасную и героическую литературу, а вы сидите в одной лодке с воином, только с гораздо большим изяществом реагируете на тот факт, что она тонет». Элери хрюкнул, щелчком выбросил в траву окурок, он был озабочен и, больше того, встревожен. То, что разум не способен подсказать логичное решение дела, беспокоило его вдвое меньше, чем мысли, что он выдохся и действует по инерции. «Где кроссок? Чего он ждет?» Миссис Братт оплакивала прегрешение в тиши Будуара, и Оно Линкольн, невзирая на свои угрозы, вернулся в контору фирмы Бранд и Мегара, продолжая снабжать коврами, умеющую ценить их Америку. Элен Братт, сияя порхала, почти не касаясь ногами земли, Эстер Линкольн после бурной беседы с доктором Темплом отправилась с чемоданами и багажом в Нью-Йорк. После этого доктор Темпл долго шатался по Братвуду с трубкой во рту и с совсем потемневшим лицом. На Устричном острове стояла тишина. Время от времени возникал старик Кэтчем, занимаясь собственным делом, греб на старой плоскодонке туда-сюда с припасами и почтой. Фокс по-прежнему тихо стриг газоны, водил автомобили Брата. Эндрю Ван залег в горах Западной Вирджинии. Стивен Мегара сидел на яхте. Его команда, кроме капитана Свифта, получила жалование и была распущена с разрешения воина. Личную охрану из двух детективов, которые слонялись по палубе Элен, выпивали, курили и играли в казино, Мегара потребовал снять, заявив, что сам способен о себе позаботиться. Впрочем, морская полиция по-прежнему патрулировала бухту. Телеграмма из Скотланд-Ярда почти не нарушила монотонной рутины. В ней говорилось, дальнейшее расследование относительно Перси и Элизабет Лин в Англии безрезультатно. Предлагаем связаться с континентальной полицией. Поэтому инспектор-воин вел себя, по выражению Эллери, как рассерженный малыш, а кружной прокурор Айшем мудро отошел от дела под простым предлогом, что должен быть в собственном офисе. А Эллери прохлаждался в бассейне профессора Ярдли и читал великолепные книги профессора Ярдли, благодаря его многоликих богов за каникулы одновременно для ума и для тела. В то же время он искосо поглядывал настороженным глазом на большой дом через дорогу. В четверг утром, отправившись в Брадвуд, Эллери обнаружил там на веранде инспектора воина. Он сидел с расстегнутым воротничком на загорелой шее, обмахивался платком и на одном дыхании проклинал жару, полицию, Брадвуд, дело и самого себя. Ничего, инспектор, ни черта. Из дома выплыло Эллен Брат, свежее, как весеннее облачко, в белом платье из Органди. Мурлыкнув, доброе утро, она спустилась по лестнице и свернула на западную дорожку. — Только что подлил газетчикам старого масла, — буркнул воин. — Прогресс! Хорошие новости! Дело дохнет от хороших новостей. — Где кроссок, черт возьми? — Риторический вопрос, — нахмурился Эллери над своей сигаретой. — Честно признаюсь, я в недоумении. — Отступился? — По-моему, невозможно. Сумасшедший никогда не отступится. — Тогда почему тянет время? Ждет, когда мы ретируемся, откажемся от неразрешимого дела? — Да все это я без вас знаю, — проворчал воин, а потом добавил, — Ну, богом клянусь, буду сидеть тут до судного дня. Погрузились в молчание. В саду, окруженном подъездной дорожкой, двигалась под треск газона-косилки, высокая фигура Фокса, облаченная в вельвет. Вдруг инспектор, куривший с полузакрытыми глазами, выпрямился. Элери насторожился. Треск прекратился. Фокс застыл, точно герой-разведчик, повернув голову на запад. Потом бросил косилку и побежал в том же направлении, прыгая через цветочные клумбы. Мужчины вскочили, инспектор прокричал «Фокс, в чем дело?» Фокс, мчась скачущими прыжками, махнул в сторону леса, неразборчиво что-то ответил, и тут, откуда-то с участка линнов, послышался слабый крик. «Элен, брат!» воскликнул воин. «Пошли!» Выскочив на поляну перед домом линнов, они увидели перед собой Фокса. Он стоял в траве на коленях, поддерживая голову лежащего мужчины. Элен с лицом белее ее платья застыла над ними, крепко обхватив себя руками. «Что случилось?» пропыхтел воин. «Слушайте, это же Темпл!» «Он, по-моему, мертв», выдавила Элен. «Доктор Темпл лежал обмякший, с закрытыми глазами, с пепельным лицом. На его лбу зияла глубокая рана». «Нехороший удар, инспектор!» серьезно заключил Фокс. «Никак не могу привести его в чувство. Несем в дом!» отрывисто велел инспектор. «Фокс, звоните врачу!» «Мистер Квинн, помогите мне его поднять!» Фокс вскочил на ноги, поспешно взбежал по каменной лестнице дома Линнов. Элери с воином осторожно подняли неподвижное тело и двинулись следом. Вошли в очаровательную гостиную, точнее, некогда бывшую очаровательной, теперь же производившую впечатление, будто по ней проскакали вандалы. Два кресла перевернуты, ящики секретера вырваны из гнезд, напольные часы с разбитым стеклом на боку, пока укладывали на кушетку потерявшего сознание доктора, Эллен выскочила и через минуту вернулась с тазиком воды. Фокс лихорадочно названивал по телефону. — Не могу найти ближайшего доктора Марша, — доложил он. — Попробую — постойте минуточку, остановил его воин. Вроде очнулся. Эллен промыла лоб доктора Темпла, смочила ему водой губы, он застонал, веки его затрепетали, руки дрогнули. Доктор попытался сесть и шепнул «Я... Помолчите пока», мягко велела Эллен. «Просто лежите». «Чуточку отдохните». Доктор Темпл повалился на спину, закрыл глаза, вздыхая. «Ну», заключил инспектор, «ничего себе милое дело». «Где Линны, черт побери?» «Судя по обстановке, я бы сказала, удрали», предположил Эллери. Воин направился в другую комнату. Эллери остался на месте, глядя, как Эллен вытирает щеки доктора Темпла, «Слушай, так инспектор ходит по дому». Фокс в нерешительности топтался у входных дверей. Вернувшийся воин подошел к телефону, позвонил в особняк Брада. «Столлингс», инспектор воин, «немедленно передайте трубку кому-нибудь из моих людей». «Билл?» «Слушай, линны смылись. У тебя есть их описание? Подозреваются в покушении на убийство и насильственных действиях. Займись. Потом сообщу больше фактов». Он стукнул по рычагу. «Дайте офис окружного прокурора Айшема в Менеоле». «Айшем», это воин. «Бал начинается. Линны сбежали». Повесив трубку, шагнул к кушетке. Доктор Темпл открыл глаза и слегка усмехнулся. «Теперь лучше, Темпл?» «Боже!» «Ну и удар!» «Счастье, что череп не проломили!» «Я пошла навестить утром линов», «дорожащим голосом заговорила Элен. Ничего не пойму, прихожу и вижу доктор Темпл лежит на земле». «Который час?» С трудом поднимаясь, поинтересовался врач. Половина одиннадцатого. Он снова лег. Отключился на два с половиной часа. Невозможно. Помню, очнулся какое-то время назад, пополз к дому пытался, по крайней мере. Наверное, потерял сознание. Инспектор воин вновь прошел к телефону, сообщил об этом факте своему лейтенанту. Поползли, переспросил Элери. «Стал быть, получили удар не там, где мы вас обнаружили?» «Не знаю, где меня обнаружили», простонал доктор Темпл. «Но на вопрос отвечу. Нет». «История долгая». Он обождал, пока воин повесит трубку. «По некоторым причинам я заподозрил, что линны не те, за кого себя выдают. Догадался об этом давно, две недели назад, в среду вечером. Подошел сюда в сумерках и услышал их разговор. Убедился в своей правоте. Лин как раз только вернулся после того, как что-то закопал. «Закопал?» — охнул воин. Элери, сдвинув брови, глянул на инспектора. В глазах обоих мужчин мелькнула одна и та же мысль. «Боже мой, Темпл, почему вы сразу не сказали? Знаете, что он закапывал?» «Знаю». Темпл широко открыл глаза и снова застонал от боли, пронзившей разбитый лоб. «Конечно!» «Вам тоже известно?» «Известно!» «Голову!» «Голову брада!» В глазах доктора Темпла мелькнуло изумление. «Голову!» медленно повторил он. «Об этом у меня и мысли не было». «Нет!» «Думал кое-что другое». «Что?» быстро спросил Элери. «Выйдя через несколько лет после войны из австрийского лагеря для военнопленных, я шатался по Европе, радуясь вновь обретенной свободе. В Будапеште познакомился с некой супружеской парой, остановившейся в том же отеле, а другого постояльца, немецкого ювелира по фамилии Бунделейн, нашли в его номере, связанном. При этом исчез комплект дорогих драгоценностей, которые он вез в Берлин. Ювелир обвинил эту самую пару, но та испарилась. Увидев здесь линов, я их почти точно узнал. Тогда они всем представлялись как миссис и мистер Перси Тракстон. О, Господи, боже мой, голова! После такого удара я, как телескоп, вижу звезды пятнадцатой величины. Не могу поверить, пробормотала Элен. Такие милые люди, так хорошо меня приняли в Риме, культурные, любезные, безусловно, богатые. Если обвинения доктора Темпла в адрес Линнов верны, задумчиво произнес Элери, у них были все основания вас любезно обхаживать, мисс брат, выяснить, что вы дочь американского миллионера, для них детские игры, провернув дельца в Европе, решили совместить полезное с приятным, подхватил инспектор. По-моему, вы правы, док. Наверняка закопали добычу. Так что же произошло нынче утром? Доктор Темпл чуть улыбнулся. Утром в течение двух последних недель я шастал тут время от времени. Нынче утром наконец отправился в уверенности, что знаю, где закопаны искомые вещи. Пришел прямо на место, стал копать, поднял голову, вижу перед собой мужчину. И тут весь мир обрушился на мою голову, больше ничего не помню. Наверное, Лин Тракстон или как его там меня заметил, понял, что игра окончена, оглушил, выкопал добычу и удрал вместе с женой. Доктор Темпл заверил, что способен идти. С помощью Фокса он вышел из дома и заковылял к месту. Остальные последовали за ними. Всего в тридцати футах от леса они увидели открытую яму в поросшей травой земле, приблизительно в квадратный фут. Неудивительно, что Скотланд-Ярд их не выследил, заметил воин. Вымышленные фамилии. У меня для вас славная сочная косточка Темпл. «Почему черт возьми вы не пришли ко мне и не выложили свою историю?» «Не потому, что дурака свалял», мрачно признался доктор. «Хотел всю славу присвоить себе». «А потом я не был уверен, не хотел обвинять, может быть, неповинных людей». «Жутко подумать, что они сбежали». «На этот счет не беспокойтесь». «К вечеру мы посадим их под замок и закроем на ключ». Однако оказалось, что инспектор воин слишком оптимистичен. Настал вечер, а Линны все еще оставались на свободе, никаких их следов обнаружено не было, не отыскали ни одной супружеской пары, которая отвечала бы их описанию. «Наверное, расстались и замаскировались», прорычал воин, отбивая телеграммы в Париж, Берлин, Будапешт, в Вену. Пришла и прошла пятница, но по-прежнему никаких новостей от широко раскинутой сети сыщиков, которые искали скрывшуюся читу англичан, не поступало. Их описание вместе с копиями фотографий с паспортов были распечатаны на тысячах листовок в шерифских офисах и полицейских участках по всей стране. За канадской и мексиканской границами установили тщательное наблюдение, но линны вновь доказали, как трудно выследить двух муравьев в колоссальном муравейнике городской Америки. Видимо, подготовили убежище на такой случай, безутешно заключил инспектор воин. «Впрочем, со временем мы все равно их найдем, навсегда не спрячутся». В субботу утром из-за границы пришли три телеграммы, одна от префекта парижской полиции, соответствующую описанию пару под именем мистера и миссис Перси Стрэнг разыскивает парижская полиция за нападение и ограбление в 1925 году. Другая из Будапешта. Полиция Будапешта с 1920 года разыскивает за кражу драгоценностей Перси Тракстона с женой, отвечающих вашему описанию. Третья с самой ценной информацией поступила из Вены, отвечающая описанию пара, известная нам как Перси и Бет Анникстер разыскивается за мошенничество, в результате которого французский турист лишился 50 тысяч франков и за кражу драгоценностей весной прошлого года. Если они задержаны американской полицией, желательно немедленно их экстрадиция. Похищенные ценности до сих пор не найдены. Далее следовало подробное описание украденных драгоценностей. «Завяжется неплохой международный клубок, когда они попадутся нам в руки», проворчал инспектор, сидя с Элери и профессором Ярдли на веранде Братвуда. «Разыскиваются во Франции, в Венгрии, Австрии». «Может, Всемирный суд устроит особое заседание?» предположил Элери. Профессор скорчил гримасу. «Иногда вы меня угнетаете. Ну, почему бы точно не выразиться? Существует постоянная палата международного правосудия, а подобное заседание именуется не особым, а чрезвычайным». «Ох, Господи!» закатил глаза Элери. «По-моему, Будапешт первый на очереди», объявил воин. «С 1920-го!» «Не удивлюсь», заметил профессор, «если и Скотланд-Ярд их ищет». «Вряд ли». «Там ребята старательные, если не узнали по описанию, спокойно ставьте последние штаны, что за ними в Лондоне ничего не числится». «Если они в самом деле британцы», предположил Элери, «то должны держаться подальше от Англии. Впрочем, мужчина вполне может быть уроженцем центральной европейской страны. Из всех изысков оксфордское произношение приобретается легче всего». «Одно точно», заключил инспектор, «похоронили стекляшки с орешками из вены». «Я отправил предупреждение в ассоциацию ювелиров и по обычным каналам». «Только это напрасная трата времени. Вряд ли они хорошо знакомы с американскими скупщиками краденого, а к официальным поставщикам сунуться не посмеют, пока совсем не истратят наличные». «Любопытно». С отсутствующим взглядом пробормотал Элери, «Почему нет ответа из Югославии?» Как выяснилось позже в тот же день, промедление со стороны югославского коллеги инспектора воина имело весьма уважительную причину. Прискакал детектив, размахивая конвертом. «Телеграмма, шеф!» «Эх», вздохнул воин, выхватывая сообщение, «Ну, сейчас все узнаем». В телеграмме из Белграда, столицы Югославии, подписанной министром иностранных дел, говорилось, «Извините за задержку с сообщением о братьях Твар и Верия Кроссаке, что связано с официальной ликвидацией Черногории как самостоятельного государства». Черногорские архивы трудно отыскать, особенно двадцатилетней давности. Однако в подлинности обеих фамилий и существовании кровной вражды между ними нет никаких сомнений. Наши агенты работают над делом и в течение двух недель телеграфируют об успехе или неудаче. Глава двадцать третья Военный совет Воскресенье, понедельник, Эллери был уверен, что инспектора хватит апоплексический удар, пока увертливые британцы скрываются от закона. А кроме того, на всех унылых совещаниях, безнадежных дискуссиях насчет средств и методов действий полиции постоянно маячил один и тот же вопрос «Где Кроссак?» Если он каким-то непостижимым образом играет в драме одну из главных ролей, то какую и почему медлит? Месть еще не завершена, и, учитывая характер преступлений, невозможно поверить, будто страх перед разоблачением или постоянное присутствие полиции удерживает убийцу от покушения на жизнь двух оставшихся братьев Твар. «Мы слишком хорошо оберегаем Андрея», с сожалением объявил Элери профессору в понедельник утром. Единственное объяснение долгого бездействия Кроссака, которое я могу предположить, заключается в том, что он до сих пор не знает где и под какой маской скрывается Ван. «Мы его одурачили» и самих себя тоже, добавил Ярли. «Мне становится неимоверно тоскливо, Квинн, если такова волнующая жизнь охотника на человека, я согласен весь остаток моей сидячей жизни выслеживать источники каких-нибудь исторических фактов. Присоединяйтесь, увидите, здесь гораздо больше бурных событий. Я вам никогда не рассказывал, как офицер французской армии Бусар нашел в Нижнем Египте знаменитую базальтовую стеллу «Розетский камень», имевшую огромное значение для египтологии. Примечание. «Розетский камень», найденный в 1799 году близ города Розетта в Египте базальтовая плита с параллельным текстом 196 года до нашей эры на древнегреческом и древнеегипетском языках с корописью и иероглифами, что позволило французскому египтологу Жан-Франсуа Шампольону приступить к расшифровке иероглифов. «На протяжении тридцати двух лет, пока Шампольон не взялся за расшифровку тройного послания времен правления Птолемея Пятого, она оставалась, оставалась, безутешно подхватил Элери, полной ерундой по сравнению с колоссальной проблемой Кроссака. Вполне возможно, ибо Уэлс именно с него написал человеко-невидимку. Вечером того же дня признаки жизни подал Стивен Мегара. Он стоял посреди гостиной колониального особняка своего убитого брата, угрюмо оглядывая собравшуюся публику. Здесь же находился инспектор Воэн, который курил, сидя в шаратонском кресле и раздраженно грыз ногти. Элери держался около профессора Ярли, чувствуя себя глупо под пылким обвиняющим взглядом Мегары. Озабоченные Элен Братс и он и Линкольном устроились на диване, держась за руки, переплетя пальцы. Окружной прокурор Айшем, которого яхтсмен заранее вызвал из Миньолы, непрерывно кашлял в дверях, крутя большими пальцами. Капитан Свифт мял фураж кустоя за своим работодателем и вертел из стороны в сторону тощей шеей, мучительно натертой жестким воротником. Доктор Темпл, которого не приглашали, но предложили остаться, когда он появился, стоял перед темным камином. — Теперь слушайте меня все, резко приказал Мегара, особенно инспектор Воин и прокурор Айшем. Прошло три недели после убийства моего... После убийства Брада. Я вернулся десять дней назад. Сообщите, пожалуйста, чего вы достигли. Инспектор Воин прищурился и рыкнул. — Мне во что мне нравится, мистер? Вы отлично знаете, черт побери, что мы изо всех сил стараемся. Мало объявил Мегара. Вы не работаете даже в полсилы, инспектор. Вам известно, кого надо искать. Вы имеете даже частично его описание. По-моему, с такими силами в вашем распоряжении и под вашим командованием не так уж трудно схватить его за шкирку. — Но это только вопрос времени, мистер Мегара, умиротворяющим тоном, объяснил Айшем, вытирая потную красную лысину, окруженную седыми волосами. — Знаете, на самом деле не так уж легко. — Вы, разумеется, понимаете, мистер Мегара, саркастически заметил воин, что всей правды, как перед богом, тут тоже не прозвучало. Вы сами заставили нас зря потратить целую кучу времени. Строго говоря, никто не был честным и откровенным. Чепуха! — воин встал. — Причем к вам лично это тоже относится, мистер Мегара, добавил он с волчьим оскалом. Выражение сердитого лица яхтсмена не изменилось. Капитан Свифт позади него вытер с синим рукавом рот и сунул искалеченную руку в оттопыренный «На что вы намекаете, черт побери?» «Ну, воин!» — озабоченно начал было окружной прокурор. «Нечего на меня нукать! Дайте разобраться Айшем!» Инспектор грозно шагнул вперед, остановившись так близко от Мегары, что почти наткнулся на него грудью. «Желаете, чтобы я открыл карты?» «Ладно, мистер, не возражаю. Миссис брат морочила нам голову, а ее дочи Линкольн подтверждали вранье. Фокс тоже заставил нас побегать, тратя драгоценное время и массу усилий. Присутствующий здесь доктор Темпл!» Врач встрепенулся, потом спокойно посмотрел на четкий профиль воина и продолжил набивать трубку, располагая важными сведениями пытался совершить блистательный героический подвиг, самостоятельно разоблачив двух мошенников, если не хуже. В результате мошенники беспрепятственно смылись, а он получил удар по башке. Заслуженно клянусь Иудой. «Вы что-то обо мне сказали?» ровным тоном проговорил Мегар, глядя прямо в глаза инспектору. «Каким образом я препятствовал следствию?» «Инспектор воин», возразил Элери, «Вам не кажется, что вы действительно несколько импульсивно и в ваших замечаниях я не нуждаюсь». Не оборачиваясь, рявкнул воин, придя в полное бешенство, что было заметно по его выпученным глазам и надувшимся на шее жилам. «Ладно, Мегар, вы нам как-то поведали одну историю». Высокая фигура Мегары не шелохнулась. «Ну и что?» «А то самое!» оскорбительно усмехнулся воин. «Сообразите!» «Я вас не понимаю». Холодно произнес Мегара. «Объясните!» «Воин!» взмолился Айшем. «Скажу все, что хочу, будь я проклят!» «Вам известно, о чем идет речь?» «Трое мужчин поспешно бежали откуда-то столько-то лет назад». «Почему?» Мегара на кратчайшую долю секунды опустил глаза, но потом удивленно заметил. «Я же вам рассказал». «Конечно!» «Разумеется!» «Рассказали!» «Я не спрашиваю, что вы нам рассказали!» «Я спрашиваю, чего вы не рассказали!» Мегара отступил на шаг, с улыбкой пожал плеча. «По моему, инспектор, вы действительно в ходе следствия потеряли голову. Я сказал всю правду. Естественно, я не мог изложить мою биографию по часам и минутам. Если что-то упустил, то только потому, что считали несущественным,» коротко рассмеялся воин. «Это я уже слышал». Он отвернулся, сделал два шага к креслу, потом вновь встал прямо перед яхтсменом, только требуя от нас отчета. Помните, мы не просто ищем убийцу. Мы распутываем массу запутанных мотивов, скрытых фактов и откровенной лжи. Не забывайте». И он сел, надув в полы и щеки. Мегара передернул широкими плечами. «Боюсь, мы отклонились от темы, я созвал военный совет не для пререкания и споров. Если у вас, инспектор, возникло такое впечатление, приношу извинения». Воин хрюкнул. «У меня есть конкретная мысль». «Прекрасно!» радостно воскликнул Айшин, выступая вперед. «Отлично, мистер Мегара. Смелее! Мы непременно воспользуемся конструктивным предложением». «Не знаю, насколько оно конструктивное». Мегара шире расставил ноги. «Мы ждали, что кроссок нанесет удар. Он этого не сделал. Но собирается. Верьте мне на слово». «И что нам делать?» кисло поинтересовался инспектор. «Приглашение ему послать?» «Вот именно». Взгляды Мегары и воина скрестились. «Почему не расставить для него ловушку?» Помолчав, воин переспросил ловушку. «Что вы задумали?» И ахтсмен сверхнул белыми зубами. «Ничего конкретного, инспектор. В конце концов, у вас в подобных делах больше опыта. Но зная, что кроссок рано или поздно придет, мы ничего не теряем. Ему нужен я, да? Что ж, пусть он до меня доберется. Думаю, из-за вашего постоянного присутствия он глубоко залег. Если вы здесь пробудете месяц, то и он еще на месяц заляжет. Но если, например, вы уедете признав поражение, великолепная мысль, воскликнул окружной прокурор. Поздравляю вас, мистер Мегара. Прискорбно, что мы не подумали об этом раньше. Разумеется, кроссок не нападет, когда кругом кишит полиция. И, будь я проклят, постарается удержаться от нападения, когда мы все скопом вдруг свалим отсюда, проворчал воин. Тем не менее, взгляд у него стал задумчивым. Мозговитый прохвост наверняка крысу учует, хотя в ваших словах что-то есть. Ворцливо признал он, стоит подумать. Эллири подался вперед, сверкая глазами. Похвальная храбрость, мистер Мегара. Вам, конечно, известны возможные последствия? Мегара не улыбнулся. «Я не странствовал бы по свету, если бы не учитывал шансы», угрюмо заявил он. «Не думайте, будто я недооцениваю его гнусную хитрость, но тут, собственно, не должно быть никаких случайностей. если все как следует устроить. Кроссок попытается меня достать, а я приготовлюсь к встрече вместе с капитаном». «Да, капитан?» «На моих глазах еще не было случая», «хрипло проговорил старый моряк, «чтоб острога буяна не утихомирила». «В былые времена, а теперь у нас с вами, мистер Мегара, славное новенькое оружие, справимся с грязным громилой». «Стивен», воскликнула Элен, отняв свою руку у Линкольна и пристально глядя на эхтсмена, «Неужели вы хотите остаться без всякой защиты от чудовищного маньяка? Не надо!» «Я могу сам о себе позаботиться, Элен». «Инспектор, что скажете?» Войн поднялся на ноги. «Пока не уверен, придется взять на себя слишком большую ответственность. Единственное, что я мог бы сделать, так это создать видимость, будто мои люди покинули территорию и пролив, но посадить их в засаду на борту вашей яхты». Мегара нахмурился. «Слишком сложный, инспектор». «Он обязательно заподозрит». «Ну, упрямо буркнул инспектор, дайте время подумать. Пока оставим все как есть. Утром я дам вам знать». «Очень хорошо». Мегара похлопал по карману яхтсменского пиджака. «Я уже приготовился. Не собираюсь спрятаться до конца жизни на борту Эллен, как последний трус. Чем скорее кроссок на меня нападет, тем лучше». «Что думаете?» спросил профессор Ярли позже, когда они с Эллири стояли у восточного крыла дома Брада, глядя, как Мегара и капитан Свифт быстро идут по дорожке к бухте, слабо освещенные горящим в окнах светом. «Думаю, прищурился Эллири, что Стивен Мегара дурак». А у Стивена Мегары оставалось мало времени для демонстрации своей храбрости или глупости. На следующее утро, в четверг, когда Эллири с профессором сидели за завтраком, в профессорскую столовую, несмотря на возмущенные протесты няньки, вбежал мужчина с известием от воина. Несколько минут назад капитан Свифт был найден в своей каюте на борту Элен связанным и оглушенным жестоким ударом в затылок, а обезглавленное тело Стивена Мегары, застывшее, страшное, висело привязанным к радиомачте над капитанской рубкой. Часть четвертая Распятие мертвеца Многие расследования зависят от мельчайших странностей, подмеченных детективом. Одно из самых загадочных дел в анналах пражской полиции было раскрыто после шести недели полного мрака, когда некий молодой сержант припомнил несущественную на первый взгляд деталь, найденные за обшлагом брюк убитого пять рисовых зерен. Витторио Маленге Глава двадцать четвертая Снова Т Молчаливая компания отплывала в то утро от берега к Лен. Молчание ошеломленное молчание было вызвано молниеносным убийственным актом после долгих дней затишья. Эльри бледный, как надетый на нем полотняный костюм, нервно переминался у поручней большого полицейского катера, не сводя глаз с яхты. Чтобы его замутило, даже не требовалось чувствительного желудка сухопутного жителя. В желудке пульсировали и трепетали нервы. В пересохшем рту чувствовался сильный привкус с тошноты. Тихо стоящий с ним рядом профессор то и дело бормотал невероятно, чудовищно. Даже сопровождающие их детективы были подавлены. Все пристально разглядывали стройный силуэт яхты, словно никогда ее прежде не видели. По палубе быстро двигались люди. Видно, центр деятельности находился рядом с главной рубкой, где сгрудилась небольшая толпа, вертевшаяся водоворотом, которая с каждой минутой становилась все крупнее по мере того, как полицейский катер приближался. Наконец, он встал рядом на якоре, и его экипаж, состоявший из полицейских и детективов, поднялся на борт. В ясном утреннем небе четко вырисовывался жуткий символ, облаченный в залитую кровью пижаму. Тело было крепко прикручено к одной из двух радиумачт. В нем не осталось ничего человеческого. Меньше всего на свете оно напоминало о сильном мужчине с горячей кровью, который говорил с ними всего двенадцать часов назад. Оно как бы насмехалось над окружающими с высоты своего положения. Привязанные к мачте ноги выходили за рамки любых пропорций человеческой фигуры. В целом жуткий обрубок плоти обрел иллюзорные героические размеры. Христос на Голгофе прохлепел профессор Ярли Господи. Трудно поверить. Трудно поверить. Губы его стали пепельными. Я не религиозен, медленно вымолвил Элери. Но, профессор, не кощунствуйте ради Бога. Да, поверить трудно. Вы читали старые рассказы, историю, каллигула, вандалы, молох, ассасины, инквизиция. Примечание. Ассасины. Религиозная секта в Иране в одиннадцатом, тринадцатом веках. Людей четвертуют, сажают на кол, сдирают с них кожу. Кровь. Эти страницы написаны кровью. Вы читали. Только простое чтение не позволяет полностью ощутить жаркий и дымный ужас подобных вещей. Мало кто из нас способен понять чудовищную изобретательность безумца, задумавшего уничтожить человеческое тело. Ныне, в двадцатом веке, несмотря на гангстерские войны, на мировую войну, на погромы, до сих пор буйствующие в Европе, мы не имеем четкого представления об истинном ужасе людского вандализма. Слова. Одни слова. Холодно отозвался профессор. Вы не имеете, я не имею. Но я слышал рассказы вернувшихся солдат. Из чужих уст, пробормотал Эльнери, не имея личного опыта. Массовое помешательство никогда не бывает столь откровенно болезненным, как сатанинские оргии отдельной обезумевшей личности. Ух, черт побери, довольно, меня снова тошнит. Оба больше не сказали ни слова, пока катер не подошел к Элен, и все начали подниматься по трапу на палубу. Из суетившихся мужчин, заполонивших палубу Элен, инспектора воина, кажется, меньше всего волновали фантасмагорические нюансы преступления. Он занимался делом дурным, фантастическим и кровавым, если точно сказать, но вполне укладывающимся в рамки его компетенции. Если взор инспектора сверкал, а с губ срывались резкие слова, то не потому, что Стивен Мегара, в живые глаза которого он смотрел вчера вечером, висел на радиомачте исковерканной куклой из красного воска, а потому, что воина взбесила ошеломляющая по его очевидному убеждению бездарность его подчиненных. Бушуя он набросился на лейтенанта морской полиции. Говорите, никто вчера вечером мимо вас не пробрался? Нет, инспектор, клянусь, прекратите оправдываться. Кто-то же пробрался? Мы всю ночь были в дозоре, инспектор. Конечно, у нас всего четыре лодки, есть физическая возможность, физическая возможность, ухмыльнулся инспектор, проклятие. Приятель, дело реально сделано, молодой лейтенант вспыхнул. Разрешите предположить инспектор, что он прибыл с берега? В конце концов, мы могли охранять яхту лишь с севера, со стороны пролива. Может, он добрался от усадьбы Брандву или откуда-нибудь поблизости? Когда мне понадобится ваше мнение, лейтенант, я вас попрошу его высказать. Инспектор повысил голос. Билл! Из кучки молчаливых детективов вышел мужчина. Ты что скажешь? Билл со смиренным видом поскреб небритый подбородок. Приходится следить за большой территорией, шеф. Не скажу, что отсюда он не мог добраться. Только даже если так, мы фактически не виноваты. Сами знаете, как среди деревьев легко проскользнуть. «Слушайте, ребята!» Инспектор отступил назад, стиснув правый кулак. Все прислушались. «Мне не надо никаких дебатов и оправданий, ясно? Мне нужны факты. Важно узнать, как он оказался на яхте. Если приплыл через пролив от Нью-Йоркского берега, это важно. Если приплыл с Лонг-Айленда, и это важно, все шансы за то, что он через Брандвуд не шел, знал, что территория патрулируется. Билл, я хочу, чтобы ты...» Вдоль берега несся катер, буксируя весельную лодку, которую Эллерис смутно узнал сквозь мутную застилавшую глаза пелену. Полицейский в катере приподнялся и крикнул «Нашли!» Все бросились к поручням. «Что там?» прокричал воин. «Нашли лодку в проливе!» орал офицер, судя по меткам, вон из той усадьбы, рядом с Брандвудом. Глаза воина вспыхнули. «Лодка линна!» «Конечно!» «Вот вам и ответ!» «В ней что-нибудь есть, офицер?» «Ничего, кроме весел!» инспектор быстро заговорил с мужчиной по имени Билл. «Возьми пару ребят, отправляйтесь в усадьбу Линов. Особенно тщательно осмотрите причал и землю вокруг, ищите отпечатки обуви, прочешите каждый дюйм. Может, по следам удастся установить, откуда он явился». Эллер вздохнул. Толпа мужчин вокруг него зашевелилась, выкрикивались, приказаны, детективы крапкались через борта, воин шагал туда-сюда, профессор Ярдли прислонился к дверце радиорубки, над которой выселась мачта с телом Стивена Мегара. Окружной прокурор Айшем согнулся над поручнями с позеленевшим лицом. Подплыла маленькая моторка с потрясенным доктором Темплом. На Брандвудской пристани собралась толпа крошечных мужчин и женщин, судя по белым юбкам. На секунду наступило затишье. Инспектор подошел к Элнере, стоявшему рядом с профессором, который уткнулся в дверь локтем, сунул в зубы сигару, задумчиво посмотрел на окаменевший труп. «Ну, джентльмены», произнес он. «Как вам это нравится?» «Ужас!» пробормотал профессор. «Настоящий безумный кошмар». «Снова т». Элнере слегка вздрогнул от неожиданности. «Конечно!» В расстроенных чувствах он полностью упустил смысл радиомачты, орудия распятия, вертикальный шест с горизонтальной перекладиной сверху, от которой тянутся провода к такой же перекладине на другой стороне крыши рубки. Вся конструкция напоминает не что иное, как тонко выписанное заглавное «Т». Он впервые заметил тут двоих мужчин на крыше за распятым телом. В одном узнал доктора Рамсона, медицинского эксперта, другого никогда раньше не видел, смуглый худой старик, похожий на моряка. «Они снимут тело за минуту», пояснил инспектор. «Вон та старая птичка, моряк, специалист по узлам. Я хотел, чтобы они посмотрели на веревки, прежде чем их разрезать». «Что скажете, Роллинс?» крикнул он старику. Специалист по узлам замотал головой и выпрямился. «Ни один моряк такого узла никогда не завяжет, инспектор. Разве какой-нибудь неумелый подручный. И еще, они точно такие, как на той веревке, что вы мне присылали неделю три назад». «Хорошо», — радостно вскричал инспектор. «Снимайте его, док». Он опять повернулся к своим собеседникам. Снова воспользовался веревкой. «Думаю, не хотел тратить время на поиски гвоздей на борту. Несколько узлов, точно такие же, как на веревке, который был привязан к тотемному шесту брат. Их вязал один и тот же человек». «Не обязательно. Одно следует из другого», — заметил Элери, «но в другом вы абсолютно правы». «Расскажите все точно, инспектор. Я так понял. На капитана Свифта было совершено нападение». «Да, бедный старый болван до сих пор не опомнился». «Может, сумеет нам что-нибудь рассказать». «Влезайте, док», — окликнул он доктора Темпла, который все стоял в нерешительности в своей моторке, как бы не зная, надо или нет подниматься на яхту. «Вы нам понадобитесь». Темпл кивнул и начал взбираться по трапу. «Боже милостивый», — охнул он, подходя к радиорубке и ошарашенно глядя на тело. Воин кивнул на стену. Доктор Темпл увидел железную лестницу с перекладинами, полез по ней наверх. Эллири про себя усмехнулся. Пораженный трагедией он так разнирвенчался, что не заметил на палубе неровного кровавого следа. След в виде сгустков и капель тянулся от каюты Мегара к дальней корме. Затем к железной лестнице, ведущей на крышу радиорубки. На крыше доктор Темпл приветствовал доктора Рамсона и представился, после чего мужчины с помощью старого моряка принялись за неприятное дело, начали снимать труп. Вот как вышло. Быстро резюмировал Ваен. Тело утром заметил в таком положении один мой парень с Брадвудской пристани. Мы примчались сюда, обнаружили капитана Свифта в его каюте, связанного вроде старого петуха, в отключке с кровавой раной на затылке. Оказали ему первую помощь, сейчас он отдыхает. — Вам бы надо взглянуть на капитана Свифта, док! — крикнул он Темплу. Как только тут покончить? Темпл кивнул, инспектор продолжил. Доктор Рамсон, как только прибыл, немножечко привел старика в чувство. Пока, насколько я вижу, все. Чертовски мало фактов. На борту прошлой ночью никого не было, кроме Мегара и капитана. Кроссок как-то добрался до усадьбы Линов, сел в весельную лодку, стоявшую там у причала, поплыл к яхте. Ночь была очень темная, на яхте горели только обычные габаритные огни. Он забрался на борт, оглушил капитана ударом по голове, связал, затем проскользнул в каюту Мегары и прикончил ее. В каюте все вверх дном, точно как в беседке после убийства Брада. «Где-то, конечно, осталось кровавое Т, напомнил Элери. На двери каюты Мегары воин потер сизые скулы. Как только перестаю думать о деле, все выглядит абсолютно невероятно. Я немало повидал убийств, но столь хладнокровного не видел никогда. Причем, не забывайте, когда мы расследовали к примеру убийство Каморы, то обнаружили сплошь искромсанный труп. Зайдите в каюту, взгляните. Впрочем, может быть, лучше не надо. Очень уж похоже на бойню. Он отрубил голову прямо там на полу. Крови вылилось столько. Всю яхту можно выкрасить красным. Должно быть настоящая мужская работа, задумчиво добавил инспектор. Надо же было дотащить труп Мегары от каюты до лестницы, взгромоздить на крышку радиорубки. Ну, хоть это и не тяжелее, чем привязать Брада к верхушке тотемного шеста. Видно, этот самый кроссок дюжей малый. Мне кажется, вставил профессор Ярли, он непременно запачкался кровью жертвы, инспектор. Не думаете, что надо искать мужчину в окровавленной одежде? Нет, отрезал Элери, опередив воина. Преступления, подобные убийству, клингой убийству Брада, были спланированы заранее. Кроссок знал, что прольется кровь, поэтому в каждом случае запасался сменной одеждой. Элементарно, профессор. Я бы сказал инспектор, что надо искать хромого мужчину либо с узлом, либо с дешевым чемоданчиком в руках. Вряд ли он носит сменный костюм под тем, который будет обязательно залит кровью. Никогда об этом не думал, признался воин. Хорошее соображение. Буду действовать в обоих направлениях. Разошлю людей во все стороны на поиски Кроссока. Он перегнулся через борт, прокричал приказание мужчине в катере, который сразу же сорвался с места. К этому времени тело сняли. Доктор Рамсон стоял на крыше рубки на коленях под опустевшей мачтой, осматривая труп. Доктор Темпл слез вниз, поговорил упорочней с Айшемом и повернул к корме. Через несколько мгновений все последовали за ним, направляясь к каюте капитана Свифта. Там доктор Темпл склонился над распростертой фигурой старого шкипера. Капитан Свифт лежал на койке с закрытыми глазами, на бинтах, покрывавших его голову, коркой запеклась кровь. «Приходит в себя», сообщил врач. «Нехороший удар. Хуже того, что мне достался. К счастью, он крепкий старик, иначе мог бы получить сотрясение мозга». В капитанской каюте никакого беспорядка не было, во всяком случае, здесь убийца вероятно не встретил сопротивления. Элери отметил, что на расстоянии вытянутой руки от койки лежит на столе тупорылый автоматический пистолет. «Не стрелял», кивнул воин, поймав его взгляд. Наверное, у Швифта не было возможности схватить оружие. Старик неглубоко выдохнул, застонал, задрогнувшими веками открылись остекленевшие выцветшие глаза, мгновение он неотрывно смотрел на доктора Темпла, потом медленно повернул голову, оглядывая остальных, тело содрогнулось в мгновенном болезненном спазме, затем змеей выгнулось с головы до ног, глаза закрылись, а когда снова открылись, взгляд Свифта уже прояснился. «Тихонько, капитан», приказал врач, «не двигайте головой, сейчас я вас слегка приукрашу». Доктор Темпл покопался в аптечке, нашел бинт и при общем молчании перебинтовал разбитую голову старого морского волка, отметив, что рана неплохо обработана. «Теперь вам лучше, капитан?» нетерпеливо спросил окружной прокурор, задыхаясь от желания побеседовать со стариком. «Пожалуй», пробурчал капитан Свифт. «Что стряслось, черт возьми?» «Мегара убит», сообщил воин. Моряк заморгал, облизал пересохшие губы. «Значит, достал его, да?» «Да, мы хотим выслушать ваш рассказ, капитан». «Сегодня следующее число». Никто не рассмеялся. Все поняли, что он имеет в виду. «Да, капитан». Капитан Свифт уставился в потолок кабины. «Мы с мистером Мегарой ушли из дому вчера вечером. Отправились назад на Элен. Насколько могу сказать, все было в полном порядке. Немножко поболтали, мистер Мегаро сказал, может, отправимся путешествовать в Африку, когда все кончится. Потом заперлись в каютах, он в своей, я в своей. Только я сперва по обыкновению прошелся по палубе, ни одного патрульного на борту хотел подстраховаться. Не заметили никаких признаков, что на борту кто-то прячется? Спросил Эллири. Нет, прохрепел капитан. Только точно не могу сказать. Может, засел в какой-то каюте или в трюм забрался. Потом вы заперлись, подбодрил его Айшем. А сколько было времени, капитан? Семь сколянок. Половин двенадцатого перевел Эллири. Точно. Я, когда засну, крепко сплю. Не знаю, во сколько очнулся, сел на койке, прислушался, чувствую, что-то не то. Потом вроде слышу, кто-то пыхтит возле койки, хотел быстро схватить пистолет со стола. Да так и не успел. Свет разом вспыхнул. Кто-то меня со всего маху шарахнул по голове. Больше до семь минут и ничего не помню. Немного проворчал Айшем. Даже не видели, кто вас ударил? капитан осторожно качнул головой и краешком глаза не видел. Темно было, как в яме. Потом свет меня ослепил. Оставив капитана Свифта на попечении доктора Темпла, мужчины вернулись на палубу. Элери был задумчив, больше того встревожен. Он словно отыскивал в памяти некую мысль, настойчиво от него ускользавшую. Наконец с досадой тряхнул головой и сдался. Доктор Рамсон поджидал на палубе под радиомачтой. Специалист по узлам исчез. Ну, док, спросил воин. Медицинский эксперт пожал плечами. Да ничего необычного. Если вспомните то, что я говорил про труп Брада три недели назад, нечего будет добавить. Никаких следов насилия. Ниже шеи нет, а выше доктор вновь передернулся. Что касается опознания, дело ясное. Доктор Темпл, который недавно тут был, сообщил, что Мегара страдал ущемлением грыжи, так? Сам Мегара говорил. Все правильно. Значит, тело его, ибо присутствуют признаки грыжи. Даже вскрывать не надо. Темпл прямо указал, когда мы сняли труп. Удостоверил, что тело Мегары недавно тщательно его осматривал раздетого. И то хорошо. В котором часу, по вашему мнению, умер Мегара? Доктор Рамсон задумчиво прищурился. С учетом всего, я сказал бы, между часом и половиной второго сегодняшней ночи. Ладно, док, о теле мы позаботимся. Спасибо. К ней за что. Врач засопел и полез по трапу в поджидавшей внизу катер, который немедленно рванул к берегу. Инспектор, вы проверили, ничего не украдено? Нахмурился Элери. Ничего. В бумажнике Мегары в каюте было немного наличных. Невзяты. Стенной сейф не тронут. Еще одно. Начал Элери, но тут подскочил катер и высадил группу вспотевших мужчин. Ну, потребовал ответа воин. Нашли что-нибудь? Старший замотал головой. Нет, шеф, все прочесали на милю вокруг. Может, в бухте утопил, пробормотал воин. Что именно? спросил Айшем. Голову Мегары. Не то, чтобы это было очень нужно, черт побери. Пожалуй, даже драгой не станем вычерпывать. Я бы на вашем месте вычерпал, возразил Элери и как раз собирался спросить, ищут ли голову. Ну, может быть, вы и правы. Эй, там, звоните, пусть пришлют черпалку. Думаете, это важно? Тихо спросил профессор Ярли. Элери всплеснул руками непривычным отчаянным жестом. Проклятие, если бы я знал, что важно, а что нет. Что-то зудит у меня в голове. Не могу уловить. Что-то я должен сделать. Чувствую, знаю. Он замер на месте и выхватил изо рта сигарету, а через минуту воскликнул. Признаю, что я самый жалкий представитель профессии детектива. Познай самого себя, сухо заключил профессор. Глава двадцать пятая. Хромой. На борт взобрался детектив со знакомым конвертом. Что это встретил его воин? Телеграмма. Сейчас пришла. Телеграмма. Медленно повторил Элери. Из Белграда, инспектор. Воин вскрыл конверт. Да. Мрачно кивнув, он пробежал глазами сообщения. Ну, чуточку опоздало, заметил Айшем, чтобы пойти на пользу. И что там сказано? Инспектор протянул телеграмму окружному прокурору, и Айшем вслух прочитал. Агенты отыскали старые сведения о кровной вражде Тваров с кроссиками. Стефан, Андрей и Томислав Твар заманили в засаду и убили отца Велье Кросака и двух его дядьев с отцовской стороны. Затем разграбили дом Кросака, захватив крупную сумму денег, после чего бежали из Черногории. Вдова старшего Кросака слишком поздно обратилась в полицию. Задержать Тваров не удалось. После этого никаких следов Тваров вдовы Велье Кросака и ее малолетнего сына обнаружено не было. Если потребуется, предоставим вам полные детали кровной вражды на протяжении нескольких поколений. Подпись министра внутренних дел Белград Югославия. «Значит так», подытожил профессор Ярли. «Вы были правы, в конце концов, это обычные грабители, ничего больше». «Пустой триумф», вздохнул Эльнери. «Это просто означает, что у Велье Кросака есть добавочный повод убить братьев Твар. Семья истреблена, деньги украдены, не вижу, чтобы что-нибудь прояснилось, кроме одного второстепенного пункта. А что касается рассказа Мегары о слежке за юным Кросаком, возможно, это правда. Только Твары рассылали агентов уже не из Черногории, а по переписке отсюда. Бедняга. В душе мне его почти жаль. Нельзя закрывать глаза на кровавые и жестокие преступления, профессор. Сурово указал воин. Конечно, у него есть мотив. У любого убийцы имеется мотив. Но где вы видели, чтобы убийц освобождали от наказания только на том основании, что у них были причины? Ну, что там? Другой детектив прыгнул на палубу, держа в руках пачку официальных с виду писем и телеграмм. Сержант передал инспектор вчерашние вечерние сообщения. М-м-м, воин быстро просмотрел бумаги насчет линнов. Что-нибудь новое поинтересовался Айшем? Ничего существенного. Естественно, людям по всей стране кажется, будто они их видели. Аж в Аризоне. Проверяется. Из Флориды мужчину и женщину в общих чертах отвечающих описанию заметили в автомобиле неподалеку от Тампы. Возможно, возможно. Он сунул сообщение в карман. Могу поспорить, сидят в какой-нибудь норе в Нью-Йорке. Только чертовы дураки рыскали бы по всей стране. Эй, кажется, Билл нашел что-то. Детектив вырос над бортом, размахивая шляпой и что-то неразборчиво выкрикивая. Влез, как обезьяна, с сияющим взглядом. Есть шеф! доложил он, как только ступил ногой на палубу. Попали прямо в яблочко. Полным-полно нашли всякого. Что? Во-первых, разузнали насчет лодки. Точно, с той самой пристани. Причальный канат перерезан острым ножом. Узел до сих пор торчит в кольце на причале. Отрезанный конец каната в лодке соответствует. Ладно, ладно. Нетерпеливо оборвал его воин. Мы знаем, что он плыл в той лодке. Обнаружили, что-нибудь рядом с причалом? Еще как! Следы! Все эхом повторили это слово и подались вперед. Билл кивнул. Сразу за причалом земля мягкая обнаружили пять отпечатков. Три левых, два правых, ботинка одного и того же размера, мужские. Рост, я бы сказал, примерно восемь с половиной. Хромой, кто бы он ни был. Хромой? Переспросил профессор Ярли. Откуда вам известно, скажите на милость? Билл презрительно взглянул на некрасивого высокого ученого. Что еще за? Слушайте, первый раз в жизни слышу подобный вопрос. Вы не читаете криминальную макулатуру? Отпечатки правого башмака гораздо глубже, чем левого. Чертовски глубже. Правый каблук почти утопает. Этот тип сильно хромает на левую ногу, доложу я вам. Левый каблук едва видно. Хорошая работа билл, одобрил воин и взглянул на радиомачту. В другой раз мистер Мегара мрачно проговорил он, если есть мир иной, и мы с вами там встретимся, будете меня слушать. Никакой охраны, а? Теперь видите, что вышло без охраны. Еще что-нибудь билл? Нет, дорога от центрального шоссе между участком Линна и Братвудом гравийная. Центральное шоссе заасфальтировано, так что больше никаких следов. Ребята в любом случае ищут Хромова, тут и следов не надо, хотя пригодились бы. Похоже, ребята работали небезуспешно. Вскоре по синим водам бухты Кетчема моторка принесла к яхте новую депутацию. Несколько детективов окружали жестоко перепуганного с виду мужчину средних лет, который сидел на банке, обеими руками вцепившись в борта. Кого это не прихватили, черт побери, буркнул воин. Ну, давайте скорее. Кто у вас там? Прокричал он через сужавшуюся между моторкой и яхтой полоску воды. Отличные новости, шеф! Слабо донесся вопль детектива в штатском. Напали на горячий след. Он помог добыче влезть по трапу легонько, подталкивая ее сзади коленом в мягкое место. Мужчина карабкался с болезненной усмешкой. На палубе он снял мягкую фетровую шляпу, словно представ перед царственными особами. Все с любопытством его разглядывали. Бесцветная личность следами былого благородства. Пикар, кто это? спросил инспектор. Ну, рассказывайте, мистер Дарлинг, приказал детектив. Перед вами большой начальник. Мистер Дарлинг преисполнился благоговейного страха. Приятно познакомиться, капитан. Да, ничего особенного, я, Эллайс Дарлинг из Хантингтона, капитан, хозяин табачного и пищебумажного магазина на Мейн Стрит. Вот, закрывался вчера вечером в полночь, и вдруг на улице кое-что заметил. Как раз перед магазином остановилась машина, по-моему, Бьюик-Седан. Я мельком видел, как из нее вылез мужчина, маленький такой типчик с молоденькой девушкой, а пока я запирал дверь, к автомобилю подошел какой-то высокий субъект, и вроде бы заглянул в окно. Стекло у водительского сидения было опущено, и дверцы оказались не заперты, понимаете? Он открыл дверцу, включил зажигание и поехал в сторону центра. «Ну и что?» проворчал воин. «Может, это отец, брат, приятель коротышки или еще кто-нибудь? Может, агент финансовой компании увел машину, потому что парень не расплатился?» Мистер Элайс Дарлинг пришел в полную панику. «Господи, помилуй!» шепнул он. «Я и не подумал. Теперь меня практически обвинят. Понимаете, капитан, инспектор?» огрызнулся воин. «Понимаете, инспектор, мне это все не понравилось. Я даже подумал, что надо сообщить нашему шефу полиции, но потом решил, не мое это дело, и только потом вспомнил, что этот самый субъект хромал на левую ногу. «Эй!» взрывел воин. «Минутку! Хромал!» Как он выглядел? Все жадно ждали сообщения мистера Дарлинга, каждый чувствовал, что в расследовании наступает в конце концов поворотный момент. Сейчас будет получено достоверное описание мужчины по имени Кроссак. Детектив поворотный поворотный А катер помчался к берегу. — Что с угнанной машиной, Пикер? — поинтересовался Айшем. — Да ничего хорошего, — пробубнил детектив. Парочка, отвечающая описанию Дарлинга, заявила хантингтонской полиции об угоне автомобиля в два часа ночи. Бог знает, где они шлялись. Мне это неизвестно. Бьюик-седан, как и утверждает Дарлинг, видно, парень так хлопотал вокруг цыпочки, что забыл вытащить ключ зажигания. — Разослали описание машины? — спросил воин. — Да, шеф. Номера и прочее. — Крупно повезло кроссаку, — проворчал Айшем. Естественно, ночью, чтобы скрыться, ему нужна была машина. Слишком рискованно ехать поездом в два-три часа ночи, его могли запомнить. Иными словами, — пробормотал Эллери, — кроссак, по вашему мнению, угнал машину, всю ночь ехал, а потом где-то ее бросил. — Глупо было бы ехать дальше, — заявил инспектор. — Конечно, так и было. — В чем ошибка, мистер Квинн? — Эллери пожал плечами. — Разве нельзя задать простой вопрос, инспектор, чтобы тебе за это голову не снесли? — Насколько я вижу, все верно. — По-моему, — задумчиво проговорил профессор, — кроссак полагался на весьма сомнительный шанс, рассчитывая угнать машину так скоро после убийства и в такой близости от места преступления. — Черт из два, — сомнительный, — возразил воин. — Проблема в том, что люди в большинстве своем порядочные. При желании за час можно увезти десяток машин, особенно на Лонг-Айленде. — Неплохое замечание, профессор, — протянул Эллери. — Только, боюсь, инспектор прав, — и замолчал, услышав сверху шаркающие шаги. Все оглянулись. С крышей радиорубки на палубу спускали накрытое простынями тело Стивена Мегара. В нескольких футах дальше у поручни стоял капитан Свифт, в старой выцветшей зюйтвестке поверх пижамы и окаменевшим взором смотрел на происходящее. Доктор Темпл рядом с ним молча сосал погашенную трубку. Эллери, воин, Айшем и профессор один за другим спустились в ожидавший внизу полицейский катер. Эллен тихо покачивалась на водах бухты Кэтчема. Тело перевозили в другой лодке. На берегу виднелась поджидавшая его высокая фигура Линкольна. Женщины исчезли. — Что думаете, мистер Квинн? — с торжественной серьезностью полюбопытствовал Айшем после долгого молчания. Эллери быстро оглянулся и пристально всмотрелся в яхту. — Думаю, мы так же далеки от раскрытия преступлений, как и три недели назад. Со своей стороны признаюсь, что я в полном недоумении. Убийца Велья Кроссак, человек-призрак, которым может казаться едва ли не каждый. Перед нами по-прежнему стоит вопрос, кто он на самом деле. Эллери снял пинсне, раздраженно потер глаза, оставляет за собой следы. Фактически выставляет на показ. Лицо его отвердело, и он замолчал. — Что с вами? — озабоченно спросил профессор Ярли, заметив мрачность своего протеже. Эллери стиснул кулак. — В этой мысли что-то есть. Как имена шести перуанских демонов? Глава 26. Рассуждение Эллери Через Бранвуд мужчины прошествовали поспешно, избегая встреч со взволнованными, мечущимися вокруг людьми, пораженными ужасом и отвращением. Иона Линкольн не произнес ни слова, как бы утратив в ошеломлении дар речи и просто покорно последовал за всеми. Смерть Мегары, весьма необычная, нависла над Бранвудом гораздо более мрачной тенью, чем гибель его владельца. Страшно бледный Фокс сидел на ступеньках веранды, обхватив руками голову. Эллен в кресле-качалке неотрывно смотрела в небо, не видя ни единого клочка сгущающихся грозных облаков. Миссис Брат лежала в обморочном состоянии. Столлингс пробормотал, что к ней должен зайти доктор Темпл, потому что она бьется в истерике у себя в комнате, и никто, даже дочь, не в силах ей помочь. Из глубины дома доносились причитания миссис Бакстер. На подъездной дорожке процессия нерешительно остановилась, потом по молчаливому согласию двинулась дальше. Линкольн слепо тащился до самых ворот, но там остановился, прислоняясь к каменному столбу. Инспектор с Айшемом куда-то свернули по своим делам. Старая нянюшка, с искаженной от ужаса черной морщинистой физиономией, открыла парадную дверь и пробормотала. День гнева пришел масса ярдли. Попомните мои слова. Профессор ничего не ответил и прошел прямо в библиотеку. Эллири последовал за ним, как бы в поисках убежища. Усевшись, оба долго молчали. На грубом лице профессора сквозь потрясение и отвращение читался вызов. Эллири, погрузившись в кресло, автоматически начал искать в карманах сигарет. Ярли пододвинул к нему через стол большую шкатулку из слоновой кости. — Чего вы беспокоитесь? — мягко спросил он. — Не может же мысленно всегда ускользнуть. Ее как будто никогда и не было, кроме какого-то высшей степени смехотворного ощущения. Эллири лихорадочно затянулся сигаретой. — Вам знакомы подобные неосязаемые ощущения? Что-то заставляет копаться в темных закоулках памяти, не видя ничего, кроме мелькнувшей расплывчатой тени. Вот что-то такое со мной и происходит. Если бы я мог поймать. Это важно. Целиком и полностью уверен, что важно. Профессор принялся набивать трубку. Обычное явление. Я по себе знаю, как бесполезно сосредоточиваться на поимке мысли. О ней лучше вовсе не думать и поговорить о другом. Как ни странно, этот способ очень часто срабатывает. Игнорируя мысль, мы как бы вынуждаем ее вновь прийти в голову. Откуда ни возьмись, возникает четкая полная картина того, что надо было вспомнить, складываясь из, казалось бы, несообразных деталей. Эрих мыкнул, стены дома дрогнули от громового удара. Недавно, минут пятнадцать назад, продолжил профессор с невеселой улыбкой, вы сказали, что сегодня вы так же далеки от решения, как и три недели назад. Очень хорошо. Значит, терпите поражение. И в то же время постоянно упоминаете, что пришли к заключению неочевидным и явно неведомым ни Айшему, ни Воину, ни мне. Почему бы не обсудить их сейчас? Возможно, в окончательных итогах анализа вы что-то упустили, а теперь поймете, сформулировав устно свои мысли. Поверьте мне на слово, я всю жизнь без конца с этим сталкивался. Существует колоссальная разница между холодным течением самостоятельной мысли и тёплой дружеской дискуссией тет-а-тет. Вот вы, к примеру, говорили про шашки. Видимо, кабинеты в Брадвуде, шашечный стол или игровая позиция имеют для вас некий смысл, полностью ускользнувший от нас. Расскажите об этом. Под воздействием успокаивающего голоса профессора Ярли взвинченные нервы Эллери расслабились, он стал курить спокойнее, напряжённые складки на его лице разгладились. Неплохое предложение, профессор. Эллери поёрзал, усаживаясь поудобнее, и прикрыл глаза. Позвольте изложить вопрос таким образом. — Какая у вас сложилась картина из показаний Столлингса и расположения шашек на столике в том виде, в каком мы их обнаружили? Профессор задумчиво выпустил дым в сторону камина. В комнате заметно потемнело, солнце загородило плотины чёрных туч. На ум приходит масса теорий, неподтверждённых конкретными доказательствами. Но я не вижу разумного повода сомневаться в очевидных фактах. А именно, когда Столлингс в последний раз видел Брада, а предположительно он его видел последним, кроме убийцы, тот сидел за шашечным столиком и играл сам с собой. Здесь нет ничего необычного или противоречивого. Столлингс говорит, что Брат часто разыгрывал партии, делая ходы с обеих сторон, для чего нужен опыт и энтузиазм. Сам могу подтвердить. Дальше получается, что после ухода Столлингса, пока Брат продолжал игру, Кроссок получил возможность войти в кабинет, убить Брада и прочее. В момент убийства Брада держал в руке красную шашку, которую мы нашли у тотемного столба. Элери устало потёр лоб. — Получил возможность войти в кабинет, говорите? — Что имеется в виду? — Сейчас объясню. — Усмехнулся профессор. — Помните, я только что говорил о множестве своих теорий, не подтверждённых свидетельствами. Одна из них заключается в том, что в тот вечер Брат ждал именно визита Кроссока, который, возможно, как вы постоянно твердите, обретается среди нас. Это объясняет, как он попал в дом. Брат, конечно, не знал, что человек, которого он считал приятелем или знакомым, в действительности его кровный враг. — Бездоказательно? — вздохнул Элери. — Знаете, я прямо сейчас готов представить несокрушимые доказательства в пользу одной теории. Не блуждая в потьмах, не прибегая к догадкам, а придя к выводу чёткими логическими шагами. Единственная проблема в том, что оно ничуть не развеет тумана. Профессор задумчиво затянулся дымом. Секундочку, я не закончил. Могу предложить другую теорию, снова неподтверждённую фактами, но, насколько я вижу, не хуже любой прочей. А именно, Брата в тот вечер могли посетить двое гостей. Тот, кого он ждал, ради кого отослал жену, падчерицу и домочадцев, и его враг Кроссок. В таком случае приглашённый гость, явившийся до или после Кроссока, то есть, когда Брат был ещё жив или когда был уже мёртв, естественно, хранит свой визит в секрете, не желая оказаться причастным к делу. Удивительно, что об этом никто до сих пор не подумал. Я все последние три недели ждал от вас такого предположения. Вот как? Эллери снял пенсне и положил его на стол. Глаза у него были красные, налитые кровью. Комнату на миг осветила вспышка молнии, окрасив лица мужчин безжизненно синим цветом. Большие надежды. Ой, только не говорите, будто об этом не думали. Нет, в самом деле не думал. Никогда ничего подобного не предполагал, ибо это не так. Ха! Усмехнулся профессор. Ну, так сейчас получите взбучку. Собираетесь тут сидеть, уверяя меня, будто можете доказать, что в доме в ночь убийства был лишь один визитер. Эллери чуть улыбнулся. Вы меня ставите в неудобное положение. В конце концов, доказательство зависит не столько от того, кто его высказывает, сколько от того, кто оценивает. Дело довольно сложное. Помните, как сказал французский моралист с немыслимым именем «Люк де Клапье де Вовенарк»? Когда мысль слишком смутная, чтобы выразить простой смысл, это указывает на то, что ее надо отбросить. Но в свое время я к этому вернусь. Примечание. Люк де Клапье де Вовенарк, 1715-1747 годы, маркиз, французский писатель, друг Вольтера. Профессор с надеждой подался вперед, а Эллери, нацепив пенсне на переносицу, продолжил. Мои рассуждения опираются на две детали. На расположение шашек на столе Брада и на психологию опытных игроков. Вы разбираетесь в игре, профессор? Кажется, вы говорили, что никогда не играли с Брадом. Правда. Хотя играть умею. Довольно слабо, конечно. Уже много лет не играл. Но если вы знакомы с игрой, анализ вам будет понятен. Войдя в кабинет перед уходом из дому, Столлингс увидел, как Брад играет сам с собой и, собственно, уже сделал два первых хода. Именно это свидетельство увело в сторону наших друзей. Они предположили, что если Брад играл сам с собой в тот момент, когда его в последний раз видел Столлингс, то и в момент убийства он продолжал играть сам с собой. Вы допустили ту же самую ошибку. Шашки на столике говорят другое. Вспомните, как они располагались не только на игровом поле, но и те, что были съедены, сняты с доски. Чёрные взяли девять красных шашек, которые стояли на поле между собственной доской и краем стола, а красные лишь три, стоящие на противоположном поле. То есть очевидно, что у чёрных было значительное превосходство над красными. На самой доске, если помните, на стороне чёрных находились три дамки, составленные из двух шашек, одна на другой, и три одиночные, а на стороне красных две жалкие одиночные. — Ну и что? — не понял профессор. — Всё равно не вижу, какое это имеет значение, кроме того, что брат играл сам с собой, пробуя разные ходы в поисках самых катастрофических для потенциального соперника, играющего красными. — Неприемлемое заключение, — возразил Эльдори. С экспериментальной точки зрения опытного игрока интересует лишь первый и завершающий ходы. Это относится к шашкам, шахматам и к любой прочей умственной игре, исход которой зависит исключительно от индивидуального мастерства игрока. Зачем Браду, просто играя с самим собой ради практики, скучать над доской, где одна сторона имеет подавляющее преимущество, располагая тремя полными дамками и лишней пешкой? Он никогда не стал бы доводить до подобного положения тренировочную игру. Даже при небольшом преимуществе в одну шашку, даже при равном количестве шашек, но в стратегически выгодной позиции специалист скажет с первого взгляда на доску, чем закончится игра, если обе стороны не допустят ошибок. Для Брада всерьез вести с самим собой такую неравную игру, это все равно, что для Алехина ради эксперимента играть с самим собой, имея на одной стороне преимущество в виде ферзя, двух слонов и коня. Итак, вот к чему мы приходим, и хотя Брад играл сам с собой, когда его видел Столлинг, тем не менее позже вечером он сражался с настоящим соперником, поскольку специалист не станет экспериментировать с подобным односторонним неравенством сил. Такое одностороннее неравенство имеет альтернативное объяснение. Он играл с кем-то другим. На дворе начался ливень, в окна забарабанили потоки серой воды, белые зубы профессора Ярли над черной бородкой открылись в хмурой усмешке. — Принято, принято, ясно. Однако пока вы не опровергли приемлемую теорию, что Брад в тот вечер играл в шашки с обычным гостем, оставив на доске ту позицию, какую мы увидели, а потом его убил кроссок, может быть, после ухода гостя. — Ловко, — фыркнул Эллери, — сражайтесь до конца и бьете меня из двух стволов сразу, логикой и здравым смыслом. — Посмотрим вот с какой стороны. Можно установить, в какой момент игры произошло убийство. — Я целиком и полностью опираюсь на логику. Что мы увидели? В последнем черном ряду стояла одна игровая красная шашка. Но шашка, дошедшая до последнего ряда соперника, превращается в дамку. — Как вам известно, при этом на первую шашку ставят вторую. Как же тогда вышло, что в последнем черном ряду осталась одиночная красная шашка? — Начинаю понимать, — пробормотал Ярли. — Просто в тот момент игра остановилась, ибо она не могла продолжаться, пока красная шашка не превратится в дамку. — Быстро продолжил Эллири. — Подтверждается ли, что игра в тот момент прекратилась? — Подтверждается. Необходимо ответить на первый вопрос. Красными или черными играл брат эту партию? Мы располагаем всевозможными свидетельствами, что он был умелым, опытным игроком. Собственно, однажды достойно на равных играл с чемпионом страны по шашкам, которые у него гостил. Можно предположить, что он играл красными, а его соперник получил преимущество в три дамки и лишнюю шашку. Нет, нельзя. Следует сразу сказать, что брат играл черными. Кстати, чтобы прояснить дело, позвольте внести поправку. Теперь нам известно, что черные имели преимущество не в три дамки и шашку, а в две дамки и две лишние шашки, поскольку одна красная должна была стать дамкой. Превосходство все равно колоссальное, но если бы брат играл черными, то он сидел у секретера, а не с другой стороны столика. И действительно, все съеденные красные шашки стояли на поле ближе к секретеру, а они, естественно, были взяты черными. Пока все хорошо. Брат играл черными, сидел у секретера, спиной к нему, тогда как гость и партнер по шашкам расположился напротив, лицом к секретеру. Ну, какое же это... Элери закрыл глаза. Ну, если хотите стать гением, последуйте совету Дизраэли, научитесь терпению. Настал мой черед, достопочтенный профессор. Сколько раз я сиживал за партой в классе, сгорая от нетерпения, тщетно пытаясь предугадать вывод из ваших неторопливых рассуждений насчет десяти тысяч Филиппа и Иисуса? Примечание. Десять тысяч бессмертных. Отборная часть персидского войска Ахменидов. Так, о чем это я? Да, одна красная шашка исчезла. Мы нашли ее рядом с местом распятия Брата. На его ладони отпечаталось круглое красное пятно. Значит, в момент убийства он держал шашку в руке. Спрашивается, зачем Брат взял красную шашку? Теоретически тут, возможно, много объяснений, но только одно подтверждается известным фактом. — Каким? — спросил профессор. — Тем, что в последнем черном ряду стояла одиночная красная шашка. В руке Брата, заметьте, игравшего черными, оказалась единственная недостающая красная шашка. — Не знаю, — язвительно заметил Элери, — как вы не понимаете, что сопернику Брата, игравшему красными, удалось провести одну шашку в последний черный ряд. Игравший черными Брат взял одну из съеденных красных, чтобы поставить ее на ту красную, которая только что шагнула в дамки. Но прежде, чем он успел это сделать, произошло нечто, навсегда прервавшее игру. Иными словами, тот факт, что Брат специально взял шашку, чтобы составить дамку соперника, однако так этого и не сделал, прямо указывает не только момент, но и причину остановки игры. Ярли по-прежнему молча внимательно слушал. — А почему прямо? — указывает. — Просто Брат не довел до конца дела, потому что не имел возможности. Элери помолчал и вздохнул. — В этот момент на него было совершено нападение, и он, мягко говоря, оказался не в состоянии составить красную дамку. — И кровавое пятно! — пробормотал профессор. — Совершенно верно! — кивнул Элери. — Это подтверждается расположением кровавого пятна на ковре. Она находится в двух футах за откидным стулом, на котором сидел игравший черными Брат. — Мы давно установили, что убийство произошло в библиотеке, а в библиотеке одно кровавое пятно. Если Брата ударили по голове спереди, когда он сидел за столиком, собираясь составить дамку, он упал на спину между своим стулом и секретером. Именно там мы и увидели пятно. Доктор Рамсон подтверждает, что Брата наверняка сразу ударили по голове, поскольку на теле других следов насилия нет. Значит, рана была открыта, кровь при падении запачкала ковер. Прежде чем убийца успел поднять тело и перенести его в беседку, все детали согласуются. Вырисовывается очевидный факт. Бранд подвергся нападению, когда сидел за столиком и играл в шашки с тем, кто на него напал. Иными словами, убийца Брата был также его партнером по шашкам. — Ах, у вас есть возражения? — Разумеется, — отпарировал Ярли, вновь разжигая трубку и энергично пыхтя. — Как ваши рассуждения опровергают следующие допущения? Во-первых, что партнер Брата по шашкам либо невиновен, либо это сообщник Кроссака. Во-вторых, что пока ни в чем не повинный партнер или сообщник преступника, отвлекая внимание, играл с Братом в шашки, Кроссак проскользнул в кабинет и нанес удар сзади, как я это говорил, в тот момент, когда мы обнаружили пятно. — Да что вы, профессор, — прищурился Эллери. — Мы давно доказали, что у Кроссака нет никакого сообщника. Все его преступления связаны с местью. С точки зрения выгоды сообщник в них нисколько не заинтересован. Возможно ли, что в доме все время присутствовали двое мужчин — Кроссак и ни в чем не повинный гость, игравший с Братом в шашки? — Сообразите, пожалуйста, что это означало бы. Это означало бы, что Кроссак сознательно напал на Брата при невинном свидетеле. Нелепость. Он, безусловно, дождался бы ухода гостя. Ну, допустим, напал при свидетеле. Разве тогда не постарался бы всеми силами заставить очевидца молчать? — Человек вроде Кроссака, на совести которого столько крови, вряд ли остановится перед необходимостью загубить еще одну жизнь. А очевидец явно остался в полной целости и сохранности. Боюсь, профессор никакого свидетеля не было. Но, возможно, тот самый свидетель, игравший с Братом в шашки, пришел и ушел раньше Кроссака, — настаивал Ярли. Элери озабоченно причмокнул языком. — Господи, боже мой, вы пускаетесь в шаткие рассуждения. Если он пришел до или после Кроссака, то не был бы свидетелем, правда? — фыркнул он. — Нет, дело в том, что партию в шашки, которую мы видели, Брат разыгрывал с Кроссаком. Если кто-нибудь и заходил до или после того, это не опровергает факта, что с Братом играл убийца Кроссак. — И ваше заключение из всего этого вздора, — пробормотал профессор, — ну, как я уже сказал, — в шашки с Братом играл убийца. Кроме того, Брат, конечно, хорошо знал Кроссака, хотя, разумеется, совсем под другим именем. — Ага! — воскликнул профессор, хлопнув себя по тощей ляжке. — Тут я вас и поймал, молодой человек. Где доказательства? Будто он хорошо его знал, а? — Вот какова ваша логика. Если человек вроде Брата играет с кем-то в шашки, то непременно с хорошо знакомым партнером. — Ерунда! Брат сыграл бы и с ассенизатором. Он отлавливал любого, умеющего играть в шашки. Я три недели его убеждал, что меня это действительно не интересует. — Пощадите мои нервы, профессор. Если у вас сложилось впечатление, будто я на основании игры в шашки пришел к выводу о близком знакомстве Брата с партнером, ну, извините, вы ошибаетесь. Есть гораздо более веский довод. Брат знал, что их заклятый враг Кроссок рыщет вокруг, жаждя доброй старой крови тваров. — Знал, конечно. Об этом свидетельствует оставленная им записка и собственноручное письмо Вана с предупреждением. — Совершенно верно. Разве Брат, зная о присутствии поблизости Кроссока, впустил бы к себе незнакомца, нарочно удалив из дому всех своих возможных защитников? — По-моему, нет. — Видите, — заключил Эллери с утомленной улыбкой, — все можно доказать, собрав достаточно фактов. Давайте рассмотрим самый крайний случай. Допустим, ожидавшийся в тот вечер посетитель пришел, обсудил с Братом дела и ушел. Потом явился Кроссок, совершенно незнакомый Брату, заметьте. Однако мы только что доказали, что Кроссок, убийца, играл с Братом в шашки. Значит, Брат сознательно пригласил в беззащитный дом абсолютно незнакомого мужчину? — Это невозможно, конечно. — Следовательно, Брат хорошо знал Кроссока, будь он ожидавшимся визитером или случайно заглянувшим гостем. Меня это фактически не волнует. Лично я убежден, что в кабинете в тот вечер, кроме Брата, был только один человек — Кроссок. Даже если бы там присутствовало еще двое, трое, десяток гостей, это не опровергает вывода, что Брат хорошо знал Кроссока в его нынешнем облике, играл с ним в шашки и был убит во время игры. — И куда это вас привело? — Никуда, — с прискорбием признал Элери. — Именно поэтому я недавно сказал, что мы столь же далеки от решения, как три недели назад. — Знаете, — помолчав, добавил он, — если подумать, из нашей полной неразберихи можно выудить еще один положительный факт. — Я осел, что раньше этого не сообразил. Профессор поднялся, выбил трубку в камин. — Вы сегодня полны сюрпризов. Не оборачиваясь, заметил он, — что такое? — Можно с полной уверенностью утверждать, что Кроссок не хромает. — Мы об этом уже говорили, — напомнил профессор. — Вы правы. Нельзя наверняка сказать, что он хромает. — Но почему? Элери поднялся, расправил руки, зашагал по комнате. В библиотеке было душно, ливень продолжался с шипящей удвоенной силой. — Кроссок, за кого бы он себя не выдавал, был хорошо знаком Браду, — повторил он. — Ни один близкий знакомый Брада не хромает. Значит, Кроссок в действительности не хромает, а использует свой юношеский дефект, выдавая его за хроническую физическую примету, чтобы сбить с толку полицию. — И поэтому с очевидной беспечностью оставляет следы хромого, — пробормотал Ярли. — Совершенно верно. А как только почует опасность, тут же перестает хромать. Неудивительно, что его невозможно найти. Мне надо было бы подумать об этом раньше. Ярли качнулся на больших ступнях, продолжая держать погасшую трубку в зубах. — Ну, ладно. Он проницательно посмотрел на Эллири. — Никаких признаков ускользающей мысли. Эллири покачал головой. — По-прежнему прячется где-то в извилинах. Теперь давайте подумаем о другом. Убийство первой жертвы Клинга получило удовлетворительное объяснение. Кроссок притворно хромает в окрестностях. Мотив — родство жертв. Фантастический характер преступления. Все сходится. Кровная месть. Кроссок думает, будто убил одного из братьев, Андрея. В конце концов, как он напал на след Вана, забравшегося дальше всех? — Вопрос остается открытым. Бог весть, когда мы получим на него ответ. Кроссок снова наносит удар. На этот раз по Браду. Тот же вопрос и тоже без ответа. Интрига замечательно обостряется. Кроссок находит записку Брада, узнает об ошибке, допущенной в первом случае. — Значит, Ван еще жив. Где же он? — Его надо найти, — говорит себе Кроссок, — или месть останется незавершенной. Занавес после второго акта весьма мелодраматичного. Кроссок знает, что Мегара вернется. И тот в самом деле вернулся. На сцену должен выйти единственный обладатель тайны нового облика и нынешнего местонахождения Вана. Согласно записке, ему приходится ждать перерыв, а потом... — Боже мой! — охнул Элери. Профессор Ярли окаменел чуть дыша. Все признаки указывали на опознание преступника. Элери прирос к полу, вытрощив на хозяина глаза горящие пламенным светом открытия. — Боже мой! — крикнул Элери, подпрыгивая на два фута в душном воздухе библиотеки профессора Ярли. — Какой же я дурак! Идиот! Слабоумный! Кретин! Дебильный детектив! Понял! — Это всегда работает! — успокоенно усмехнулся профессор. — Что? — Эй, мальчик, в чем дело? И он тревожно умолк. Возбужденная физиономия Элери примечательно изменилась. Челюсть отвисла, глаза затуманились, он скривился, как порой бывает при шоке, от чисто воображаемого удара. Странное выражение возникло и исчезло. Челюсти снова обрисовали гладкие загорелые скулы. — Слушайте, — быстро заговорил он, — у меня хватит времени только на самый беглый анализ. Чего мы ждали? Чего ждал Кроссак? Мы ждали попытки Кроссака узнать у Мегары единственного источника информации, где Ван. А потом он убил Мегару. Это означает только одно, что он узнал! — вскричал ярдли низким голосом, треснувшим от осознания серьезности этой мысли. — Господи, Квин, какие же мы глупцы! Слепые глупцы! Возможно, уже слишком поздно. Эллери не стал тратить время на ответ и сразу кинулся к телефону. — Вестерн-юнион! — Примите телеграмму. — Срочную. — Констеблю Ладену. — Оройо. — Западная Виржиния. — Да. — Текст. — Немедленно соберите вооруженный отряд. — Отправляйтесь к хижине старика Пита. — Охраняйте старика Пита до моего приезда. — Сообщите Крамету о возвращении Кроссака. Если что-то случится, прежде чем доберетесь до хижины, ищите след Кроссака, но на месте преступления ничего не трогайте. Подпись Элли Риквин. Прочитайте, пожалуйста. Кроссак. — Кроссак. — Хорошо, спасибо. Он повесил трубку, потом передумал и снова рывком ее схватил. Позвонил в усадьбу Брадвуд через дорогу. Попросил инспектора воина. Услышал от Столлингса, что воин недавно спешно уехал. Элли Риквин. Столлингса за кем-нибудь из подчиненных воина. — Где инспектор? — Мужчина на другом конце ответил, что, к сожалению, не имеет понятия. Инспектор получил какое-то сообщение, приказал немедленно подать машину и умчался вместе с окружным прокурором Айшемом. Проклятие! Простонал Элли Риквин, вешая трубку. — Что нам теперь делать? Нельзя терять время? Метнулся, выглянул в окно. Дождь уверенно набирал силу, изливался бурными потоками, небо пронзали молнии, гром гремел почти непрерывно. — Слушайте, профессор, — оглянулся Элли Риквин, — вы должны остаться на месте. — Мне не хочется отпускать вас одного, — нерешительно возразил Ярли. — Особенно в такую бурю, как будете добираться, неважно. — А вы оставайтесь, и во что бы то ни стало, черт возьми, постарайтесь связаться с воином и Айшемом. Элли Риквин вновь подскочил к телефону. — Аэропорт Минеолы. — Скорее! Профессор расстроенно почесывал бороду, пока Элли Риквин ждал. — Ох, Квин, неужели вы действительно собрались лететь в таком небе? Элли Риквин отмахнулся. — Алло, алло, Минеола? — Можно немедленно зафрахтовать самолет. — Срочный рейс на юго-запад. — Как? Через секунду с вытянувшейся физиономией он оставил телефон в покое. — Против нас даже стихия. — С Атлантики на юг и на запад движется циклон. — Самолеты не летают. — Проклятье! — Что делать? — Поезд, — предложил Ярли. — Нет. — Доверюсь старику Дюзи. — Нельзя ли у вас одолжить макинтош или какой-нибудь дождевик? — Оба выскочили в профессорскую прихожую. Ярли открыл платяной шкаф, вытащил длинный непромокаемый плащ, помог Эллери в него облачиться. — Стойте, Квинн! — пропыхтел он. — Сгоряча не решайте. — Автомобиль открытый, дороги размокли, путь немыслимо долгий. — Я без надобности не рискую, — объявил Эллери. — В любом случае Ладен меня прикроет. Он рванулся вперед, распахнул дверь, профессор проводил его до крыльца, Эллери молча протянул руку. — Пожелайте мне удачи, старина, или, скорее, ванну. — Давайте, — буркнул профессор, потряся руку Эллери. — Всеми силами постараюсь найти воина с Айшемом. — Будьте осторожны. — Не передумали? — Не зря едете. На протяжении двух последних недель кроссака от убийства Мегара удерживала только одно, — мрачно заявил Эллери. — Он не знал, где ванн. — Раз Мегара убит, значит, кроссак узнал об уловке старика Пита и его убежище в горах. Видно, вырвал у Мегара сведения перед убийством. — Я должен предотвратить четвертое преступление. — Кроссак в данный момент, безусловно, направляется в Западную Виржинию. Надеюсь, выкроил время поспать прошлой ночью. Иначе... Он пожал плечами, улыбнулся Ярли, тоскливо смотревшему ему вслед, и ринулся вниз по лестнице под проливной дождь, под молнией к подъездной дорожке, где сбоку стоял гараж со старым гоночным автомобилем. Профессор Ярли автоматически посмотрел на часы. Был час ночи. Продолжение следует...